Поля с уничтоженным урожаем, изрешеченные крыши домов с высоты птичьего полета. Хорошо видно, как разгуляла стихия в Тимошевском районе. Во время запланированного облета по сельхозугодиям губернатор принимает решение приземлиться здесь, в самой пострадавшей станице. Сильный град шел в Новокорсунске не больше получаса, но этого хватило, чтобы кровля была разрушена на сотнях домов. Вениамин Кондратьев полностью меняет свой рабочий график и проводит встречу с местными жителями. Главу региона люди просят о помощи в восстановительных работах. Никакие выплаты в таких случаях на федеральном уровне не предусмотрены. На материальные компенсации средства выделят из резервного фонда края. Нужно конструктивное решение и результат. Вот что сегодня нужно. Поэтому докладов у меня в жизни за три года выше крыши, когда все хорошо и все прекрасно. Я еще раз подчеркиваю, что сегодня проблема, которая произошла, она не рукотворная. Поэтому раз произошло, нужно вместе всем объединиться и перелистнуть эту страницу, закрыть. Вот закрыть ее нужно. И здесь, и не только это должна сделать власть или еще кто-то, все вместе. Поэтому здесь мне не важны доклады, еще раз подчеркиваю, мне не важно способ или метод, мне важно сегодня выполненная работа, она будет тогда считаться выполненной, когда вы все вопросы снимете. Работа в Новокорсунской ведется уже трое суток. Именно суток оперативный штаб в центре станицы не закрывается ни днем, ни ночью. И здесь всегда много людей. Кто-то приходит, чтобы пригласить бригаду кровельщиков, кто-то узнать, когда начнет работать школа и детский сад. Другие просто, чтобы пообщаться со станичниками. Беда ведь общая. В этом маленьком саманном доме в момент разгула стихии никого не было. Супруги Каневец уехали в гости к родителям в Тимошевск. О произошедшем им сообщили соседи. Когда мы приехали, все было вот здесь, все лежало, в осколке еще валяются, потому что снимали крышу. Вон потеки, все потекло, по саману. На холодильнике, на стиральной машине, все везде был шифер, оно рухнул полностью. В двух комнатах провис потолок, выбиты стекла. Молодая семья, которая купила этот дом всего два года назад, вынуждена снова переехать к родителям. Но они уверены ненадолго. Во дворе уже новенький шифер с острым материалами обещали помочь и в станичной администрации. Ютафолу дают, уже часть раздали, часть поехала машина в Краснодар, привезут еще, завтра будет еще. Выплаты начнутся вроде бы как с завтрашнего дня. До конца недели пообещали людям выплатить деньги. Какую сумму супругам обойдется ремонт дома и автомобиля, они еще не подсчитали. Град уничтожил и весь огород, и домашних животных. Но в этом дворе придерживаются оптимизма. Ведь самое страшное уже позади. А теперь у семьи новые цели. Сейчас Новокурсунская напоминает одну большую стройплощадку. Разбитые градом крыши покрывают новой пленкой. Это первый этап восстановления. Потом шифер или проб на стил. Вся станица разделена по секторам. В каждой работают спасатели. Их задача в первую очередь помогать тем, кто сам не в силах. Это пенсионеры, ветераны, малоимущие. Из 1826 домов в станице, 1680 это жилые дома. Все они уже описаны, заактированы, сфотографированы ущерб, оценен ущерб. И сейчас сформируются списки на оказание мер социальной поддержки. Также сейчас важно восстановить здание школы и детского сада. Но пока самых маленьких станичников принимают в соседнем поселении и в Тимошевске. Это сделано специально, чтобы дать взрослым время прийти в себя и начать ремонт. Но и затягивать здесь никто не собирается. Бригады кровельщиков сейчас колдуют без малого на каждом втором доме в Новокурсунской. Под шквал града попал и соседний с Тимошевским Брюховецкий район. Правда, как говорят метеорологи, его стихия затронула лишь краем. В станице Батуринской повреждены всего 14 домов против свыше полутора тысяч в Новокурсунской. Сейчас в станицах пострадавших от града на каждой улице слышен стук молотков и гул тяжелой техники. Люди работают по сути от рассвета и до заката. И при этом все время посматривают на небо в надежде не увидеть там черные тучи. Сейчас для жителей самое главное успеть восстановить поврежденные крыши. И сделать это как можно быстрее до первых дождей. Александр Проскурин, Артур Завада, Павел Кузнецов и Мария Крошина. Кубань, 24.